Приветствую вас, Ритм, прочитал ваш вопрос, и давайте мы для начала установим то, что с вами, собственно говоря, происходит. Начнем с того, что до девятнадцати лет вы живете достаточно строгой, если не сказать, затворнической жизнью, вы не позволяете себе общение, вы не позволяете себе взаимодействовать с мужчинами, ну по сути вы ничего себе не позволяете. В девятнадцать лет вы чувствуете, что становитесь занудой и, соответственно, начинаете участвовать в молодежных развлечениях, где перебарщиваете с алкоголем и, в общем-то, впервые сталкиваетесь с мужчиной и с... значит, мужским вниманием. И здесь, вот в этой ситуации, впервые дает о себе знать ваши потребности. То есть, в тот момент, когда вы перебарщиваетесь с алкоголем и в тот момент, когда вы оказываетесь этим мужчиной и когда у вас происходит и не происходит интимное взаимодействие, хоть вы и не занимаетесь сексом, в прямом смысле этого слова, то есть не теряется детственность. Вот. Тут как бы у вас происходит всплеск ваших желаний. Вот. После этого всплеска желаний появляется привязанность к мужчине. А далее идут соответствующие страдания, как то... Значит... Понимание того факта, что мужчина, он, в общем-то, вам не принадлежит. И тот факт, что у вас с ним что-то было, совсем не означает, что будут отношения. В дальнейшем вы страдаете, но выходите из этого состояния. Правда, ваша невневинность уже начинает на вас почему-то давить. Давить настолько, что вы хотите от нее избавиться. Избавляясь от нее, вы начинаете бояться заражения болезнями, передающимися плавным путем. И очень сильно этого боитесь. И два противоборствующих лагеря можно выделить в вашей истории. Первый лагерь – это стыд и определенное желание вести себя. Правильно. Так как нужно. Вот. И второй лагерь – это, собственно, ваше желание. Это... И... Переборщение с алкоголем, взаимодействие с мужчинами, и посты ли все привязаны к ним. А... Я не буду говорить о... Степени вашего сексуального желания. Потому что... Его можно будет... Ммм... Рассмотреть поближе, только в процессе взаимодействия с вами непосредственно. Но... Я могу совершенно точно сказать, что вы стали... Такой вот жертвой... Эм... 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 Борьбы стыда и ваших потребностей. Ваших желаний. Я могу совершенно точно сказать, что свои же собственные желания вы до конца не принимаете, склонны это обесценивать, склонны это оценивать, склонны себя обечевать и склонны считать, что... Если... Там я себя обесцениваю. Вот. Ну... Собственно... Я работаю со стыдом и с... Принятием... Принятием своих... Эм... Эм... Желаний и потребностей. Отказ от... Эм... Эм... Оценочных суждений. Отход от... Морали и от... Эм... Религии Бога, как... Эм... Эм... Способов перекладывания на них ответственности за... Эм... То, что с вами происходит, а также отход, вот, в некотором смысле, от... Эм... Эм... Нам и... Эм... Окружающих людей в контексте влияния их на ваше восприятие себя и своих... Эм... Эм... Потребностей и так далее. Эм... Это... Эм... 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 Но даже если бы себя продавали, то ничего в этом плохого нет, ничего в этом плохого бы не было. То есть ваши рамки, в которые вы сами себя втиснули, они явно вам очень стесны. И ваше тело, ваше чувство, ваши потребности, ваши желания намекают вам на это, они прямо-таки кричат о том, что те рамки, которые вы себе сами как бы поставили, они для вас слишком тесны и примечательны, если в этом контексте вы не говорите практически о своей маме, не говорите практически о своем отце, хотя именно мама приложила ключевую решающее воздействие на то, как вы формировали свои представления о себе. Именно от мамы вы все это почерпнули. Вот. Что касается привязанностей к мужчинам и особенностей взаимодействия с ними, то сказывается здесь отсутствие ваше отца, с одной стороны, и с другой стороны, ну, мне лично видится некое желание все за себя наказать, то есть, это рабочая, конечно, версия, но вы, будучи маленькой, решили, вероятно, что с вами что-то не так раз, или что отец вас наказывает тем, что не с вами, что вы вот чем-то провинились, что вы какая-то плохая. Вполне вероятно, что эту идею, так же как и идею Бога, как средство перекладывания ответственности, вы принесли во втором случае, так же как и идею о том, что после незащищенного секса можно обязательно заразиться какой-то болезнью, так же как идею о том, что тот факт, что вы переспали с мужчиной, уже означает, что вы плохая женщина и прочее, 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 вплоть до того, что вас подчищают мысли о суициде, хотя по факту ничего страшного вы не сделали, по факту вы просто отрицаете наличие у себя вполне естественных желаний, вполне естественных потребностей, которые вы в реальном времени не удовлетворяете, которые вы подавляете в себе, подавляете, 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 потом они как бы спонтанно, буреобразно вырываются и естественно вы совершаете действия, которые не хотели бы совершать. Ну так, любой человек на вашем месте сделал бы то же самое, если человека очень долго держать без еды, то он на еду набросится, он быстро очень будет много есть и соответственно его вырвет. По факту это вредное поведение, продиктованное, в общем-то, просто скопившимся желанием. Здесь вот уместно само желание представить в виде пружины, которую чем сильнее сжимаешь, тем мощнее она распрямится. Поэтому, эта история, на самом деле, справа с просто, вы подавляете свои желания, если вы их обоцениваете, то есть, кто считаете свои чувства и желания, ну, каким-то вообще очень вредным, опасным, недостойным, грязным и прочее, прочее, прочее. Плюс ко всему, явно вы идеализируете мужчины, так как на них прикладываете ответственность за свою безопасность и определенность, а на себя, в силу тех же причин, вы не полагаетесь, потому что себе не доверяете. И отсутствие доверия к себе же порождает тот факт, что слухи, сплетни, которые о вас распространяют, также, вот, то, что вы начитали с информацией всевозможной и прочее, прочее, этот процесс такой вот, немножечко истеричное поведение, я бы даже сказал, ибохандрическое поведение. Вот. И, на мой, на мой взгляд, на мой взгляд, как его называют, да, вообще, не важно, деструктивно, на мой взгляд, здесь, опять же, стоит, что? Страх перед будущим, то есть, невозможность полагаться на себя, боль от тех сплетен, что о вас распространяют, то есть, вас задевают, обижают, вот, и стыд за то, что вы совершаете какие-то действия, в которые, ну, в общем-то, не одобряете, да, не одобряете или не одобряете окружающие люди. К большому счету, вы очень сильно зависимы от окружающих средств, к большому счету, вы зависимы от социума, к большому счету, вы ищете и нуждаетесь в поддержке, то есть, нуждаетесь во внешнем ресурсе, в ресурсе мужчины, в ресурсе мамы, в ресурсе друзей, не имея при этом ресурсов в себе, точнее, не чувствуя этот ресурс в себе, не чувствуя, потому как подавляете его моралью, долгом, правильностью и убежденностью в правомерности наказания для вас. Ну и понятно, что отношения сексуальные тоже идут здесь акцентом, хотя и являются производными от тех проблем, которые я описал. То есть, сексуальные отношения здесь вторичные, сексуальное поведение и сексуальные желания здесь тоже вторичные, но в силу тревожности и стрессовости вашего, так сказать, бытия, сексуальные желания. Сексуальное желание может быть повышенным тому, как через разрядку сексуальную вы можете испытывать облегчение и временное снижение уровня тревожности до приемлемого, хотя, конечно, глобально тревожности это не снимает, вне всякого сомнения. Я думаю, что, вот вы говорите, что я боюсь всех заразить, я думаю, что восприятие секса как чего-то грязного присутствует, и это кроме как от родителей вряд ли вы могли почерпнуть, собственно, грязный, я этого хочу, соответственно, я грязный и достойный наказание. Ага, страх остаться одной присутствует, страх потерявшего близких присутствует, и, соответственно, ощущение несвободы, что поражает на суицидальной мысли, как возможность освободиться. То есть всего здесь у вас так вот намешано, да, и мужчины, которые к вам относились определенным образом, они являются просто отражением вас, они являются отражением того, как вы себя видите. Вот, но по факту я думаю, что говорите вы со своим отцом, со своим отцом, все раз, через отношения с мужчинами. Вот, не совсем понятно, какой помощи вы хотите, то есть, да, проблемы есть, но не совсем понятно, какой помощи вы хотите, то есть, психотерапия, да, возможно, но это не единственный сеанс психотерапии, это неоднократный сеанс, вот. А так, от чтения каких-либо советов или рекомендаций, ну, ситуация не изменится, вот. Такая вот история. Я думаю, что примерно так можно ответить вам на вопрос, на ваш. Я надеюсь, что это было вам полезно, Рита, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего. На подходе хочу сказать, что вы совершили, вот как, как вы говорите, ту же самую ошибку, не просто так. Вы совершили ту же самую ошибку, только потому, что осталась потребность, осталась так называемая вторичная выгода. Вторичная выгода от вашего поведения, которое подразумевает обвинение себя в, ну, в тех или иных вещах. Вот, именно обвинение. То есть, вы себя обвиняете. И, вот, то, что вы делаете, то, что вы делаете, в том числе, делается за вами для того, чтобы как раз таки себя обвинить. Потому что, таким образом, через обвинение, вы можете получить ту, вот, условно говоря, ту только, ту только внимание, которое в противном случае не получается. То есть, человек, человек, обесценивающий себя, ну, он будет, вот, как раз, пытаться себя наказать, чтобы, чтобы, с одной стороны, подтвердить, то, что он, вот, ну, действительно. Такой, недостойный. Что он, действительно, такой, вот, плохой. Что он, действительно, такой, вот, ну, порочный, да, и прочее, 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 прочее. Вот. Вот. И, обвиняя, как бы, себя, обвиняя себя, вы получаете такое, такое, вот, своего рода, ну, удовлетворение. Хотя, хотя, это, безусловно, как бы, ну, не имеет ничего общего действительности, потому что, ничего плохого вы не делаете, в общем. В целом, вот, ну, тем не менее, и вы снова и снова будете совершать эту ошибку, до тех пор, пока не перестанете считать, что вы занимаетесь тем плохим. Вот, т.е. только, вот, А-а-а. Отказ, отказ от оценочных, как раз, э-э-э, этих, и суждений, да? может вам помочь вам выйти из-за того вот повторения ситуации, которая сейчас имеет место быть и как следствие из-за ну такого наказующего поведения и отношения к самой себе. Я вам желаю искренне желаю вам разобраться со своей ситуацией и искренне желаю вам найти специалиста, который мог бы помочь вам. Вот, я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что все-таки вы справитесь с теми трудностями, которые у вас есть. Субтитры сделал DimaTorzok